Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая и вот сегодня, через 10 дней после высадки, я решила показать вам, как чувствуют себя в тоннеле мои сибирские сорта томатов. Здесь у меня высажен Демидов, Настенька. Кто смотрел мои видео сначала, тот помнит. Кстати, я видео о высадке к описанию к видео выложу, потому что многие добавились и не видели всю эту нашу огородную эпопею с этими томатами. Высадила 24 апреля, ровно 10 дней назад. И если сначала, когда я высаживала, была солнечная погода, и никто сильно не возмущался вот такой моей жестокостью, то потом, когда я их завалила снегом, и когда я здесь с внуком играла в снежки, лепила снежную бабу, уже мнения очень сильно разделились. Некоторые категорично писали, замерзнет однозначно, иначе быть не может. Вот так прямо в утвердительной форме. Один мужчина вообще написал, что это признак дурости и неадекватности, то есть я сумасшедший человек. И очень хорошо, конечно, давать оценку и суждение другому человеку, когда ты вообще о нем ничего не знаешь и ни разу так не выращивал. Но вот сейчас я хочу показать на радость тем, кто за меня переживал, кто держал кулачки, кто молился. Многие прям писали, молимся за вас, потому что Пасха была такая холодная у нас. На радость моим доброжелателям. И, может быть, кого-то огорчу, того, кто прям, наверное, хотел, чтобы все это замерзло. Все томаты чувствуют себя прекрасно. Ни один томат сибирский от мороза не пострадал, но без ущерба не обошлось. Вот сейчас покажу. Пока пострадали два от свечки. Вот смотрите, я же говорила, что я вставляла свечи. И вот где подальше, вот видите, тут у меня горели свечки. Вот здесь горело, вот здесь. Две ночи я включала свечи. И вот эта свеча, вероятно, расстояние было очень близко. Смотрите, обожгла вот этот томатик и вот этому два листика сожгла. Так что от мороза сибиряки не пострадали, но пострадали от огня свечей. Но это ничего. Два томата это не беда. Если вы посмотрите, вы увидите, смотрите, видно вам или нет, не знаю, но мне видно, что в средине томаты стали намного жирнее и больше. В центре как бы. А по краям они так и остались маленькими. Видите, все-таки мороз с краев, там где говорила я, что при жесточайших морозах могут по периметру замерзнуть крайние ряды. Но они не замерзли, они просто остановились в росте. Видать, очень неблагоприятная была погода. Но все-таки, вы представьте, вы вспомните, какой здесь был снег по колено. Мы два раза расчищали, что падали, даже провисали под тяжестью снега вот эти все пленки мои, укрытия. Снег был ужасный. Был потом мороз. И вообще погода, вот такие были скачки, то жара, то мороз, что очень тоже плохо сказывается на растениях. Но все идет своим чередом. Я была очень уверена, когда заявляла вначале, что все выживет, потому что это делаю я на протяжении уже 10 лет. И ни разу не было, чтобы что-то вот в тоннеле взяло и все колом замерзло. Я потом отдельно сниму видео для тех людей, кто пишет, что у меня под укрытием томаты замерзли. Я всем говорю, не выдергивайте сразу. Возможно, замерзли листья вот эти вот наружные, с которыми вы высадили, там 2-4 листа. Но точка роста, если сохранена, то томат обрастет. Я сейчас вот на примере вот этого сожженного томата покажу. Если даже вот этот лист горел, я не буду его убирать. И вот этот. Достаточно вот здесь вот крошечному-крошечному зачатку остаться. И корневая система, если там живая, он отрастет. Он очень быстро сейчас вырастет. А вообще, смотрите, вот эти вот, видите, ярко зеленые листья вылазят. Это значит, что жизнь у них продолжается. И как я уже говорила, по обилию вот этой вот травы сорняков видно, что здесь у них все прекрасно. Это такой своеобразный, такой маленький оазис, такой райский уголок под этой пленкой. Среди нашего вот холода сибирского, который был на протяжении последней недели. Они тут как сгруппировались, надышали, схватились за руки и выстояли. Ну, у томатов все хорошо, значит, у нас тоже будет все хорошо. Сейчас прогноз положительный на ближайшие дни. Сегодня буду уже высаживать или готовиться хотя бы к высадке второго тоннеля. Это те томаты, которые будут там на постоянном месте, уже на постоянном месте. То есть для употребления для личного, на ранний урожай. Все вам потом покажу. Я уверена, что многие сейчас, увидя вот это зеленое мое море маленьких томатов, очень обрадуются, как, ну, многие переживали за них. Все-таки жалко было растения. Но они такие уже стоят некоторые, такие толстячки. Они сейчас на глазах разрастутся. Я вам потом покажу, когда ряды сомкнутся и когда будет сплошное зеленое море. Это так красиво.